Итак, дорогие друзья, в этом зале мы сделали это и нашим подбородителем в этом зале. И вот здесь, мы будем с вами говорить о том, что будет вам ждать, вас будет ждать программа культурного состоящей из двух частей. Первая часть — это будет научное шоу, которое проводит непосредственно здесь, Согласение касается вашей территории безопасности, чтобы каждый из вас ушел во всем до сегмента, незначально отречеству многому, чтобы эти руки и ноги не остались нам в качестве сувенира, убедительно просим вас, чтобы не происходило оставаться на своих местах, если мы не просим вас до врага. Далее, даю вас приняты, а нам надо задобраться, и вызвать приходим из числа техника, которые сидят спокойно, слушают нас внимательно и ни в коем случае не стоят в свое место. Понятно? Тогда мы можем начинать. Итак, а то, чтобы мы начали с вами говорить о магии, давайте поговорим немного о фантастических тварях и том, где они обитают. Не о фильме, который вышел лет десять назад, а о конкретном существе, который, согласно арабской мифологии, живет в древних осветительных приборах и исполняет желания. Как его зовут? Джин, действительно. У нас есть джин, который живет вот в этой колбе. И чтобы его вызвать, необходимо протягивать несколько манипуляций. Первое – это загадать желание, а второе – это потереть лампу. С вас загадывают желание, а я начинаю тереть. Загадали? Ну, давайте попробуем. Надеюсь, исполнилось. Точно все загадали? Какой вредный джин у нас попался. Но ничего страшного, у меня есть специальный порошок, который этому джину очень-очень не нравится. Если добавить его в эту колбу, можно заметить, что начинают вырваться колбы какого-то интересного газа. В химии есть три вида газов. Одни поддерживают горение, другие не поддерживают горение, а третьи вообще взрывоопасны. Если внести туда горячую лучину и этот газ взрывоопасный, мне придется не сладко. Давайте посмотрим. Ну, не взорвалось, уже хорошо. Но можно заметить, если затушить лучину и снова внести ее в данную среду, то она начинает разгораться. И это говорит нам о том, что внутри находится какой-то газ, который поддерживает горение. Что за газ, в принципе, поддерживает горение? Кислород действительно. И это в очередной раз нам доказывает то, что внутри колбы находился не джин, а самый настоящий кислород. Ваше желание исполнилось? Не успело. Не успело. Но все-таки, чтобы ваше желание исполнилось, необходимо приложить некоторые усилия. А потом эти технологии могли пользоваться, например, древняя каста наемников, которые назывались ниндзя. Они, словно по волшебству, исчезали в клубах непонятного дыма. Но, тем не менее, волшебства там никакого не было, а просто они использовали последние достижения, науки и техники, а конкретно химии. У нас есть лазер, который будет наводиться здесь. И этот лазер направлен на черный шаг. Как вы думаете, он взорвется? Да. Красота. Ну что ж, я думаю, необходимо проверить, вкусать, допустим, наш лазер. И мы попробуем включить наш лазер и проверить, что объяснили, что там. И сделаем этот под небольшой обратный расчет от тревога, но это, друзья, давайте, по-моему, сделать обратный расчет. Все вместе. Три, два, один, и... Да. Это вам очевидно. Ну, давайте, конечно, наш лазер. Три, два, один, и... Да. Три, два, один, и... Три, два, один, и... Да. И вам, давайте, я поставлю в точку старта, откуда ты будешь нас или скоро стартовать. Сейчас, она будет расставить шаг, и я тебя обязательно отведу на твой сбал. С إن тут моя работа? salvo, то есть буду знаю смотришь к перемене, где под мне твой сбал, и then… Which one-three. И не твой сбалanza? Смотришь у нас такая связь… Come on Pues Все вместе. Три, два, один. Ну не спасай. Так, Ваня спас шар получается. Давайте поплавим. Ваня смог это сделать. Зарази, надо брать. Вам все могут взорваться. Но он нам сейчас не нужен. Давай взорвать. Ну да. Ваня, потому что надо сейчас к себе садить. Так, мы видим то, что у нас белый шар не взрывается. Тогда мы не так заверяем. Прочем можем этот шар, как для этого белого. Я взорвался. Так, белый свет, потому что он белый. Что за расти он такой? Расти он не взрывается. Понятно. Да, белый свет — это свободность всех взорвался. На него есть ветер, он не сможет от вас. Так, ну как вы считаете? Какой бы шар еще не мог взорваться в этом садить? Синий. Синий шар. Да, абсолютно верно. Синий шар. Синий шар. И, собственно, синий шар ображал цвета глаза. Хорошо. А какой еще? Какой? Прозрачный, абсолютно верно. То есть, вот этот мощный кучер у вас, у нас 8 шаров проносился, и тем самым шаров не смог взорваться. Ну что ж, на эти сложные ответы вы смогли дать свой ответ. И что ж, настало время нам познакомиться не только со стихией света, с которой мы сейчас уже познакомились. Остало время перейти к стихии огня. Ну что ж, постепенно наши цики в ламе начинают появляться. Вы можете видеть своими глазами. А сейчас наши цики находятся примерно на одинаковом уровне. Ну и, как я заявил раньше, данная повода у нас зависит от звука. И что добавить звук, мелодию в наш эксперимент, мне необходимо. А вот эту трубу добавить мелодию при помощи смартфона, на котором я включу эквалайзер. Ну что ж, давайте поглядим, что станет с нашими, собственно, языками пламени, когда я поуправляю низкими и невысокими частотами в этом эксперименте. Итак, включаю более высокую частоту. Языки пламени начинают как глазом. Сделаю более низкую. Вместе с низкими частотами и языки пламени наши немного уменьшаются в росте. Но сделаю частоту более высокой. И наши языки пламени по-своему как-то танцуют. Согласитесь, от такого гола у многих сейчас вводят голова. Я предлагаю вместо данного эквалайзера включить мелодию. Давайте попробуем подключить мелодию. Да. Ну и, пожалуй, я сейчас включу вот такую мелодию. Наши языки пламени начинают постепенно танцевать. Стоп-стоп-стоп. Погнали. Погнали. И искать звук, нались. Послушаем пока что классику. Видим, как наши языки пламени танцуют. Ну и так. Наверное, вы догадались, что нас ждёте дальше. Далее нас ждёт дубрика «Угадай мелодия» где вы будете песни не только угадывать, но ее подпевать. Давайте попробуем включить вместо классики песни более популярных. Малайна баюкана, малайна баюкана. Я взяла на голову, а не sugars в тем, кто заставь. Велого Atlas, я прибавлюсь, и великие желания. В холете голова и солидарит ему, Какая ты грусти, живёт до неогдей. Твой мозг, ты управлял, это приведет к нам обещанному. Малайна, пожалуйста. И я бы хотел задать два вопроса. Какой самый главный инструмент у любого мага и волшебника? Волшебная палочка. И у нас такая есть. Выглядит на следующий образ. Специально для вас я ее всю ночь сегодня клеил. Как она выглядит? Похоже? Чуть-чуть. Хорошо. Ну, вспоминаем парикоза. Нам надо после первой занятии, а не пытаясь отпустить воздух пирал. Пирал у нас, к сожалению, нет. Но то есть некое существо, которое живет вот в этой баночке. И она специально закрыта достаточно плотно, чтобы не убежала никуда. Вы думаете, что здесь? Чего вы боитесь больше всего? Пауков? Нет, не пауков. Которая, наверное, математики может быть? Да. Хорошо. Не буду вас томить и продемонстрировать, что здесь живет. Это медуза. Испалька. На самом деле, если хорошенько постараться, можно запустить ее в полет. Давайте попробуем вместе с вами. Так. Казать им заклинания Вингардиум Левеса, по-моему, да? Вингардиум Левеса. Ну, с медузы у нас летали. Хотя бы как-нибудь. С медузой все просто. Она достаточно легкая. Ее в полет запустить достаточно просто. А как вы думаете, можно спустить в полет человека? Нет? Кто сказал? Нет. Поднимите руку. Ты? Идем сюда. Сейчас тебя не будем спускать в полет. Дима. Смотри. Чтобы тебе было вопросов взлететь, необходимо ставить на эту постарочку. И чтобы тебя все хорошо по мне видеть. И немножко перевоплотиться. Мы все-таки про Галли Котра говорим. Поэтому я поздравляю тебя с вступлением в школу-черодиста. Я бы хотела запустить все атрибуты, которые у тебя прическа и множество не подходит в школу-черодиста. Прическа и множество не подходит в школу-черодиста. Давай немножко понарядки сделаем. Согласись, с ним у нее так больше, да? Вы на волосы. Я всем могу предложить, что у меня есть в школу-черодиста. Смотрите, ты на нас горел. Твоя задача очень крепко взяться за голову-черодистой палочки. И ни в коем случае его не отпускать. Если ты подлетишь, это будет единственная точка твоей опоры. Хорошо? Давай. Батайся. Так. И ни в коем случае не сходи в свое место, чтобы не произошло. Понятно? Итак, я нажимаю кнопку. На всякий случай я дойду подальше. Нажимаю на кнопку. Что-нибудь чувствуешь? Вибрирует, да? Да. Ну, волосы почему-то у тебя становятся дымки. Хорошо. Можешь голову немножко вот так вот потрясить, влево-право. Почему же так происходит? На самом деле, это не волшебная палочка, а генератор Ван-де-Граф. Для чего необходимы генераторы? Что-то они вырабатывают. Данный генератор вырабатывает статическое электричество. Со статическим электричеством многие из вас знакомы. Допустим, когда вы снимаете шерстяную кухню через голову и слышите некоторое потряскивание, это то же самое электричество электричество. Внутри находится специальный подвижный валик, который, можно сказать, трется от корпуса генератора и передает на него большое количество электронов. Эти электроны переходят с корпуса волшебной палочки, непотрясанного, на тело Дмитрия, и, соответственно, докапливаются на нем. И он становится с каждой секунды все более и более потенциально опасен для окружающих. Поэтому, когда пошел, тебе придется простоять на этом месте. Смотришь? Нет? Но придется. Ладно. Можешь отпускать палочку, но ни в коем случае пока не сходи никуда. Ребята, кто хочет обезопасить Диму? Обезопасить Диму кто-нибудь хочет? Глеб. Глеб. Идет сюда, Глеб. Смотри. Аплодисменты. Пожалуйста, молодец. Дима. Да не подходи к нему. Близко не подходи. Делай шаг назад. Дима, твоя задача вытянуть палец в сторону Глеба. Глеб. А твоя задача аккуратно коснуться и пальцем. Своим пальцем, его пальцем. Аккуратно. Дима. Мне кажется, между ними пробежала искра. И волосы, которые стояли дыбом, упали. Но почему же влево волосы не стали дыбом? Потому что они не верны. Это что это стоять? Нет, на самом деле, историческое электричество очень капризное. Оно стремит убежать куда-нибудь из нашего тела и заземлиться. Оно могло накапливаться на теле Димы, потому что он стоял на специальной подставке, то есть заизолированной земли. А Глеб стоял на земле и это экстатическое электричество просто-напросто убежало в землю и распределилось между всеми вами. Так что вы все поучаствовали в этом эксперименте. А наших участников можно отпускать. Перед вами находится шар, внутри которого находится такой газ, как неон. Кстати, у каждого газа есть собственный цвет. У неона, неона характерен вот такой вот розоватый, красный цвет. Собственно, именно Николай Тесла в свое время и придумал делать некие рекламные вывески при помощи неона, при помощи газа неон. Вот. Внутри данной сферы, внизу в этом корпусе, находится катушка Тесла. Она вырабатывает некое электричество. Совсем скоро мы с этой катушкой познакомимся более подробно, но пока что познакомимся и увидим остальные шары и газ, которые мы для вас приготовили. Как я и говорил ранее, у каждого газа есть собственный цвет. Сейчас мы с вами увидим такой газ, как азот. Азоту характерен фиолетовый цвет, цвет природной молнии. Кстати, у азота бывает двух видов. Азот бывает жилья, и азот бывает безообразным. Собственно, температура жидкого азота достигает, ну, примерно, минус 196 градусов, то есть жидкий азот очень холодный, с помощью жидкого азота можно заработать оживание, оживание от жидкого азота. Ну и, конечно же, азот в мытыш, азот находится в большей степени в воздухе. Дальше нас встречает следующий газ, газ-криптонит. Если бы тут было немножко потемнее, мы бы увидели, вот прямо полноцвет, такую красоту, криптонит, а рептон, криптон. Криптонит с криптонитом вспомнил, поэтому и назвал газ неврайден. Неврайден. Итак, действительно, при помощи криптона делают некие, некие, ну, при помощи, по-моему, криптона делают фаму, фаму, да? Нет, лампа, а как? Лампа, 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 лампа. При помощи криптона делают лампы на агаривание. Почему используют именно газ? Криптон, потому что при помощи него фрамовая нить не пригорает, но и данный газ в этом случае идеально подходит. Ну и крайний газ, я зачастую путаю с криптоном, это ксенон. При помощи ксенона как раз мне делают те самые фары для авторюбителей, которыми пользуются ваши мамы и папы, которые вводят автомобили. Вот. Ну что же, с этими газами мы познакомились, узнали, что и в этом опыте нет никакой магии, но при этом мы здесь нашли такое ключевое слово, которое нам пригодится для следующих опытов, которое назовется катушка Тесла. Что же это за катушка Тесла? Катушка Тесла у нас есть немножко побольше, выглядит она следующим образом. Для того, чтобы продемонстрировать, как она работает, ее необходимо включить. Можно заметить, что с конца иглы начинает ворваться самая настоящая молния. И эта молния по цвету похожа на цвет шарика под номером 2, что в очередной раз нам доказывает, что вокруг нас с вами очень много именно азота, от 60 до 80% в разных участках земли. Но для того, чтобы продемонстрировать, как все-таки работает катушка Тесла, она же не просто должна вырабатывать молнию. И Тесла не было такой цели, чтобы ее достичь. Он просто хотел передать электричество на расстоянии без каких-либо проводов. В те времена достаточно дорого было проводить электричество дома, только потому, что провода стоили дорого. Так вот, у Никола Тесла была идея поставить одну большую катушку Тесла, которая бы обеспечивала все дома бесплатно электричеством. Чтобы продемонстрировать, как все-таки она передает электричество на расстоянии, необходимо взять электрический прибор, который будет потреблять это электричество. Это обычная люминесторная лампа, которая, как вы видите, ни к чему не подключена. Я специально сучу рукава, чтобы показать, никаких проводов у меня здесь нет. Но если поднести эту лампу к нашей катушке Тесла, она начинает загораться. И можно заметить, что молния с конца иглы становится все меньше и меньше, по мере того, как я приближаю нашу лампу к катушке Тесла. Это означает, что все электричество, которое вырабатывает данная катушка, переходит непосредственно в лампу. Согласитесь, достаточно удобно. Не нужно никаких проводов, можно просто поднеся соответственно электрический прибор, передавать на него электричество. Но, тем не менее, можно заметить такой факт, что чем дальше я начинаю относить нашу лампу от источника излучения, тем светит она все тусклее и тусклее и уже на расстоянии метра практически перестает светиться. С катушкой Тесла такого размера можно провести еще один эксперимент. Для этого необходимо заменить наконечник, который стоит сейчас на нашей катушке. Менять я его буду на специальную вертушку, которая выглядит следующим образом. В теории она должна разделить нашу молнию на две части. Давайте посмотрим, как это будет работать. Да, действительно, молния разделилась уже на две части и можно заметить, что эти молнии начинают толкать ту самую вертушку, раскручивая до больших красей. При этом наша катушка Тесла продолжает работать и вырабатывать электричество, то есть также лампочка загорается и можно заметить, что молния становится меньше и вертушка замедляется. подобный эффект можно использовать в открытом космосе для того, чтобы толкать космические аппараты непосредственно в условиях невесомости, не используя топливо, то есть не сжигая ничего непосредственно, а просто с помощью электричества. Ну хорошо, давайте мы зайдем. в следующем году. В следующем году мы перейдем. В следующем году мы Итак, Равей сейчас включен в нашу картошку чесла, я буду внимательно следить за Андреем. Продолжение следует... Как тебя зовут? Виктория, поворачивайся лицом ко всем, чтобы все видели твое выражение. Итак, Виктория, тебе необходимо в этом опыте одной рукой тянуться к стержню и держаться за него, шучу, не держаться, просто тянуться на расстоянии 5-7 сантиметров. Но вот на таком примерно расстоянии должна находиться твоя рука. Другой рукой ты должна будешь дотрягиваться до цоколя, который держит нашу добровольца. Сейчас я расскажу, как нашу добровольца стоять, для того, чтобы не понимать, что происходит в нормализе. Кажется, мы нашли вашу власть не только колдуна, но и самую настоящую ведьму. Давайте поаплодируем нашу добровольцу. Ребята могут присаживаться на свои места. Молекулу кислорода какая форма? О-2. А у азона? О-3. И вот для того, чтобы взять вот этот лишний атом кислорода, необходимо одну из молекул кислорода разорвать просто. И, соответственно, она разрывается с громких хлопков. Ну, представьте, просто лопается воздушный шарик. Так вот, эти воздушные шарики лопаются в большое-большое количество. И если в природе мы данным процессом управлять не можем, то здесь, если сделать все правильно и расположить в правильном порядке эти хлопки, то можно добиться следующего эффекта. Смотрим. Видимо? Crazy Pro, действительно. А следующая композиция? Допустим, модера. Вот эта. Да, действительно, это MotorHumor. А следующая композиция, допустим, будет вот эта. Вот эта. День рождения. Есть у кого-то День рождения, по-т部分? С psychiatров tabsvedescola тенден~? День рождения Auceana Янг Пожария В начале по мигуру Пушко Тестра! Следующая композиция, вот, допустим, модера хорошая. Еще3 government Пират Карибского моря. Пират Карибского моря. Действительно, кто главный герой там был? Джек Воробей. Неправильно, капитан Джек Воробей. Что бы хотелось сказать в конце? Давайте подробнее. На самом деле, мы увидели большое количество различных экспериментов. И все они имеют научные объяснения. Тем самым, мы призываем вас изменить свой взгляд на науку. Соответственно, она может быть не только познавательной, но и интересной. Наш к вам призыв – занимайтесь наукой. Ведь это то же самое, что и магия, только по настоящему. Большое спасибо, ребята.